всем привет с вами ваш переводчик а слухам и сегодня у нас реакция мексиканца на то как димаш споет национальный гимн перед боем мексиканца и казаха геннадия головкина в общем наш гимн порвал весь интернет вы наверное видели все эти сообщения в твиттере и иностранцы пакуют чемоданы и собираются переезжать к нам казахстан потому что у нас вот такой вот мощный гимн также когда это было видано чтобы национальный гимн какой-либо страны стал настоящим мировым хитом и мне также понравился твит в котором было написано что настоящий победитель в этом бою это тот парень который исполнил гимн казахстана всем приятного просмотра всем добрый день сегодня мы сделаем реакцию на великого димаша и в этот раз он исполнит гимн казахстана в живую вчера был бой канело против головкина и конечно же я ожидал немного большего от этого боя не хочу вдаваться в детали но я ожидал большего от обоих бойцов в общем было не то что я ожидал увидеть но для меня было настоящим сюрпризом типа вау когда я узнал что димаш исполнял гимн казахстана в этом бою больше всего меня поразило вот это я даже понятия не имел что димаш будет там я был немного заинтригован тем кто будет петь гимн казахстана ведь все мы знаем что геннадий головкин голубкин казах в общем я был сильно удивлен когда увидел там димаша к сожалению я не услышал пение димаша в прямой трансляции когда я подключился уже начинался гимн мексики поэтому я пропустил это выступление мне больше нечего сказать давайте начнем во первых я скажу что он начал очень серьезным низким тоном честно я бы даже сказал что здесь я не узнал его голос как будто бы это поет совсем другой человек и многие зрители в начале наверное подумали также они наверное думали что он баритон и что он поет только низким голосом ведь в этом конкретном случае он поет очень низко также здесь у него достаточно округлая постановка голоса ловой рову прямо как у оперных певцов так как мы знаем кто такой димаш мне очень интересно что будет дальше. Мне кажется дальше он раскроется. Я надеюсь, что он поменяет регистр. Самое впечатляющее для меня в голосе Димаша, это то, что он может поддерживать такое идеальное закрытие аккордов. Во многих регистрах, будь это низкие ноты или высокие, он всегда поет так, как будто это его родной вокальный регистр, как будто он всегда только так и поет. И это просто впечатляет. Если бы здесь был другой певец, он бы пропел это все в одном округлом положении, а здесь вы должны почувствовать вот эту плотность в его голосе, этот невероятный резонанс. Здесь он хорошенько поработал над своим голосом. В данном случае мы говорим про его бас, ведь мы всегда привыкли слышать его более высокие ноты, поэтому в этом плане он меня удивил. Смотрите-ка, как он меняет регистры. До этого у нас был достаточно серьезный регистр. Он пел басом. И он пел это так, как лучшие басы в мире. Сейчас он уже слегка поднялся, и здесь перед нами выступает уже тенор. И это невероятно. Давайте посмотрим, закончится ли это еще более высоким голосом. Все вы знаете, реакция на Димаша – это всегда большой-большой сюрприз. Вау. Вау, Вау, Вау. Поразительно, какая стойкость и выдержка голоса Как он поддерживает этот смешанный голос У него получается это делать в чистом миксе Вот такой он, наш Димаш Он, это самый яркий пример того, как нужно петь хорошо Как правильно и максимально использовать все вокальные техники Вначале у нас был бас со всеми его низами В такой позиции вокального зева Это такая позиция, чтобы получить вот этот низкий звуковой эффект Далее он идет выше и поддерживает гортань более стабильно И мы уже слышим звучание тенора А потом он берет совершенно высокую ноту Но это была не просто высокая нота Вся сложность в том, что он взял ее в смешанном голосе Ведь это не прозвучало так легко Это был смешанный голос Потому что это прозвучало очень мощно Когда мы смотрим его Такое ощущение, как будто он поет под фонограмму Потому что он всегда находится в движении Но Димаш может петь и смотреть сколько сейчас времени Я не знаю, он наверное даже может что-то есть во время того, как поет Потому что у него настолько невероятный контроль И он делает все что угодно со своим голосом И меня это иногда даже пугает Потому что это настолько впечатляющее Ну что ж, мы посмотрели это великолепное выступление Димаша Ну и Димаш есть Димаш Он никогда, никогда, никогда не разочаровывает Всем спасибо за внимание Давайте подпишемся на нашего мексиканского друга Давайте поставим лайки на его видео Кстати, у него есть много реакций на Димаша Если он вам интересен То покажите ваш интерес просмотрами, лайками, комментариями Всех люблю, всех обнял Пока